Ребят, всем привет! С вами Оль. Я никак не начну записывать это видео, это уже как в который по счёту дубля, хотя тема настолько проста, настолько ясна и настолько мной любима, что я не знаю в чём ступор, поэтому уже поехали, уже поехали! И сегодня я вам хочу рассказать про самые праздничные ароматы, про те ароматы, в которых я планирую встречать как сам Новый год, так и предрождественские праздники, так и после Нового года тоже будет длинная неделя, где полно различных праздников и можно пощеголять в нарядных ароматах. Это те ароматы, которые были приобретены, скорее всего, в этом году. Видео про свои зимние ароматы, которые я ношу, допустим, и зиму в зиму, либо которые я планирую носить, либо уже ношу в эту зиму, будет отдельно. Это именно наряды, это именно самая красота, это то, что именно, ну, возможно, надо надевать по поводу. Конечно, мы наряжаемся в такие яркие ароматы, бывает и без повода, но, возможно, кому-то это будет полезно, и кто-то примет для себя какое-то решение, да, и, возможно, ещё не поздно приобрести где-то такие шикарные, красивейшие ароматы. Так, давайте начнём. Я, если честно, даже не знаю, с чего начать, и, наверное, я начну с того аромата, про который я недавно вам рассказывала. Давайте начнём, знаете, как с ароматов на тему алкоголя. Алкоголь – это имеется в виду ароматы про шампанское, про искристое, игривое вино, игристое, да, игривое, про пузырьки, про что-то такое очень воздушное, сочное, поднимающее настроение. И, конечно же, как не в аромате от Zarka Parfum, у меня на данный момент Purple Molecula – это новый аромат, тот, который недавно вышел, также однозначно 100% будет в тему, по-моему, даже в том году я его носила в новогоднюю ночь, Pink Molecula, которая также имеет ноту шампанского и ноту абрикосов. Здесь в пирамиде шампанского нет, но оно также очень хорошо здесь чувствуется, и сочные фрукты. Аромат очень жизнерадостный, сладкий, позитивный, такой вот искристый, именно наполненный пузырьками шампанского, которые бурлят, поднимают настроение, и как нельзя лучше он подходит именно к таким вот предновогодним, немного поднятым. Ну, опять же, сейчас скажу настроением, но по-другому выразиться никак не могу. Это тот аромат, который яркий, это тот аромат, который звонкий, и он сладкий, но именно за счет вот этих вот пузырьков, за счет вот этой вот своей такой вот фруктовой сочности он не грузен, и он именно вот такой вот для какого-то такого легкого общения непринужденного. Это обалденный аромат для каких-то выходов корпоративных в кафе, рестораны. Это то, что привлекает внимание, это то, что чувствуете вы, что чувствуют окружающие, и это классно. Короче, я пока не приняла решение, в каком аромате я буду под елкой встречать Новый год, но то, что я его буду носить в новогодние праздники, это 100%. Так, кстати, я начала записывать видео и не посмотрела, в чем же, в чем же, что же я вам вещала, да, ровно год назад, какие ароматы у меня были в приоритетах, но мне кажется, этот был также там на почетном месте, имеется в виду розовый который. Так, следующий, да, раз уж мы начали с вами про шампанское, про пузырьки, про все такое, алкогольное, я не могу не показать вам вот этот вот аромат от Мореска, который называется Alma Pure, совершенно разные, совершенно не похожие на предыдущие ароматы, и это то, что, ой, как это все с трудом достается, потому что я его, на самом деле, очень редко использую, мне хочется приберечь вот такие ароматы для именно таких, каких-то торжественных дней, для торжественных событий, не хочется так вот просто брать и бежать куда-то сломя голову, не вникая в саму суть. Здесь у нас также заявлены какие-то такие вот пузырьково-алкогольные нотки, но по большому счету этот аромат, он более сладкий, более томный уже, то есть, возможно, этот бокал шампанского уже пьют с каким-то сладким десертом, который, конечно же, весь усыпан свежими ягодами. Я не скажу, какими, но они сочные, они также немного такие уже, как сказать, закарамелизированные, но, тем не менее, это свежие ягоды, бокал шампанского и какой-то такой вкусный сладкий десерт, не знаю, мне представляется со взбитыми сливками, но что-то такое, опять же, легкое, невесомое, что позволяет вам есть и все-таки идти в танец потом, плясать, и нисколько вас не перегрузит в плане, как еды, да, начали уж мы тут про еду, и в плане вот этого аромата. Он очень яркий, он шлейфовый, он также привлекающий внимание, он праздничный, и это тот аромат, который я именно советую, как праздничный вариант, кстати, не обязательно под Новый год, потому что праздники у нас, конечно же, существуют, это круглый год, и они для каждого имеют разную ценность, просто для меня это очень праздничный, мне очень нравится этот аромат, ношу редко, и вот сейчас начинаю расчехлять, потому что все-таки для меня он больше как зимний, праздничный, да, и вот такое вот прям поднимательное настроение, классный. Так, ну, наверное, с алкоголем у нас с вами закончено, но про такую вот пузырьковость, про такую вот какую-то лимонадность я хочу продолжить вот с этим ароматом, это у нас амуаж бракен. Вы знаете, когда я его впервые описывала вам, я не знаю, если вы смотрели это видео, вы, наверное, помните, я говорила про то, что аромат напоминает какой-то зачарованный лес, что-то такое, где растут, так как в пирамиде есть папоротники, да, какие-то папоротники, мухоморы, это настолько сказочный лес, что там живут эльфы со своими эльфиками, то есть это сказочный, загадочный лес, и сам аромат настолько, вот он какой-то такой вот неразгаданный до конца, что хочется ему приписать какое-то сказочное описание, но если приземлиться и говорить в открытую, да, напрямую, чем же это пахнет, это ягоды замороженные и засахаренные, то есть это настолько, опять же, аромат леденцовый, такой вот лимонадный, что его также хочется носить именно наряду с какими-то такими вот лёгко-алкогольными ароматами, он также праздничный, он очень яркий, он очень такой спело-сочный, и это тот аромат, который, ну, не обязательно беречь для праздников, он, в принципе, и как летний вариант будет классный, потому что он такой за счёт своей вот этой ягодной кислинки как будто немного освежает, что ли, придаёт бодрости, придаёт такого вот какого-то приподнятого, собранного настроения, но и, с другой стороны, он такой заводной, такой какой-то немного заигрывающий даже, что ли, с вами, классный. Я вот, сколько он у меня уже, наверное, несколько месяц, несколько месяц, наверное, да, не больше, месяц-полтора, вот как-то вот всегда создаёт разную атмосферу вокруг себя, всегда разные эмоции, также я пока ещё его не замылила, ношу редко, именно потому что до конца всё-таки хочу его пронюхать, прочувствовать, может быть, прикрепить к какому-то, какой-то жизненной обстановке, но вот так вот, пока он для меня и в пир, и в мир, и на Новый год, и вообще супер-классный, очень его люблю. Ну, конечно, на любитель, потому что также читала и отрицательные отзывы в его адрес, которых не разделяю ни в коем случае. Так получается то, что все ароматы практически подбираются на какую-то такую вот тему пятейства, и сейчас у меня это увертюра, это сложный, томный, очень серьёзный аромат, но то, что я слышу впервые, когда я его подношу к носу, это свежевыжатый апельсиновый сок, подслащенный, он без кислинки, он именно такой вот, практически его приготовили, наверное, для того, чтобы варить варенье, то есть это сладкий такой вот апельсиновый аккорд, без именно цитрусовой вот этой вот кислинки, свойственной цитрусовым ароматом, то есть это аромат не процитрусовый, и всё это дело обрамлено каким-то дымом, ладаном, воскурено, окурено, ни в коем случае не на церковную тему, а на тему такой немного гладкой амбровости, такая вот янтарность какая-то в этом аромате присутствует, то есть он сладко, пусть даже фруктовый, но оттенён такими вот серьёзными нотами дыма, какого-то такого вот, ну да, по-моему, в пирамиде там ладан, чего-то такого дымящегося, очень жаркого и очень томного, и такая атмосфера вокруг этого аромата, что мне почему-то представляется какое-то чёрное платье-футляр, забранные волосы в пучок, то есть аромат не для летящего платья, не для какого-то такого лёгкого яркого наряда, а именно вот мне почему-то чёрный стиль ассоциируется с овертюрой, но это не говорит о том, что это скучно, это не говорит о том, что это как-то возрастно, но нет ни в коем случае, просто этот аромат вот для такой, для серьёзной дамы, знающей себе цену, которая не разменивается по мелочам, и это праздничное, это очень нарядное, это шлейфовое, это стойкое, это не отмыть, и я считаю, это прекрасный аромат, именно как для новогодней ночи, так и для какого-то похода в ресторан со своими друзьями, подругами, со своими сослуживцами, с кем вы собираетесь, ну, это про него, да. Следующий аромат, который также я вам показывала недавно, и опять хочу показать, потому что я в него просто влюбилась, и не вылажу из него уже который месяц, это у нас Лорант Мацоне Амбра Мускада. Знаете, я не скажу то, что вот прям здесь как раз какой-то праздник, просто я его не могла не отнести в эту подборку, потому что для меня он вот прям вот слился со мной, я его настолько зауважала, мне настолько в нём комфортно и приятно, и это тот аромат, который очень подходит для зимнего мороза, для каких-то вот таких вот уютных зимних свитеров, которые летом вы не надеваете. Зависит, конечно, от того, какое лето, но по большому счёту этот аромат для того, чтобы согреться. Это аромат для вечера, вот, допустим, при свечах, это аромат для какого-то такого создания комфорта, уюта, и если вы наносите этот аромат, допустим, как аромат дня, то у меня вот целый день сдаётся полное ощущение, что я в тепле, что я в спокойствии, что я полностью защищена, мне комфортно, уютно, и мне очень какое-то такое вот умиротворённое настроение, когда я ношу этот аромат. Это мёд, это медовый аромат, мёд с горчинкой, возможно, это гречишный мёд, который обладает такой немного терпко-горькой, терпко-горькой, да, терпко-горьким таким послевкусием. Это кедровые шишечки, которые вы сами колупаете, и также есть такая вот немного орехово-смоленистая нота, и в базе это нежнейшая кожа, яркая, но, тем не менее, она очень мягко обыграна, именно вот этими медовыми обволакивающими нотами, древесными кедровыми нотами, и по большому счёту, я не знаю, я уже говорила про этот аромат, я не пойму, то ли он на тему мёда обыгранной кожи, то ли это кожаный аромат с такими вот тягучими медовыми нотами, он очень хорошо сбалансирован, и на самом деле вы не понимаете, про что он, это, наверное, только вам решать, что вам хочется больше слышать в этом аромате. Я обожаю его вечером, я обожаю его в шлейфе, в волосах, он ещё более становится уютным, именно здесь уже становятся именно остатки кожи, и вот эта вот очень такая тягучая медовая сладость, но она настолько издержанная, как я вот уже сказала, что он только комфорт доставляет. Это, наверное, будет тот аромат, в котором я буду ходить с детьми на лыжах, я не знаю, я планирую это делать, но я не уверена в этом на 100%, просто как вариант, ходить куда-то с друзьями, на каток, гулять, снежная баба, вечер с друзьями, пригласить кого-то, с кем вы давно не виделись, то есть это аромат для создания уюта, и тем самым он, наверное, также может подойти под категорию праздничных, потому что праздники в уюте – это большого стоит. Да, следующий аромат, который я вам хочу показать, также я его уже показывала несколько раз и в последних видео, но, опять же, это тот аромат, который очень подходит по данной категории, он ярок, он сладок, он такой вот прям заполоняющий собой всё, это у нас кристаллика от Atar Collection, Red Crystal, аромат на тему орхидеи от Тома Форда, чёрная орхидея от Тома Форда, но немного более сочно обыгранная, здесь при первом распылении я чувствую сочное яблоко, и дальше уже идёт вот такая вот тягучая, почулистая шоколадная база, которая сопровождает вас на протяжении всего дня носки. Это, опять же, тот аромат, который не останется незамеченным на вас, если вы идёте куда-то отдыхать, плясать, танцевать, как-то поднимать себе настроение. Это тот аромат, в котором можно встречать Новый год со своей семьёй под ёлкой, то есть аромат также можно отнести к категории праздничных, хотя, скорее всего, он также попадёт у меня и в зимнюю подборку, потому что я его периодически ношу именно вот сейчас у нас... Да, если мы ближемся к Новому году, сейчас у нас середина декабря, и я его часто ношу, потому что летом это слишком душно, слишком сладко, слишком плотно для зимы самое, но особенно на какие-то меховые изделия, на шарфик. Второй день это просто... я млею. И последний на сегодня аромат, который я также не могу обойтись стороной, это тот аромат, который очень нерсален, вы можете носить круглый год, но если вдруг вы хотите, чтобы вам сделали комплименты и спросили, чем же от вас так прекрасно пахнет, если вдруг вы хотите быть в центре внимания именно в плане ароматном, то для вас это Азора от Атар Коллекша. Многие его сравнивают с очень знаменитым, нашумевшим, растиражированным, многие даже уже из-за этого его и разлюбили. Флёр Наркотик от Экс Ниила. Конечно, однозначно сходство есть, и сходство такое достаточно прямолинейное, и что я хочу сказать, там, где я живу, наркотиком не пахнет. Там, где я живу, не носит ни флёр наркотик, ни Азору. Поэтому я спокойно могу носить этот аромат и в пире, и в мир, и в добрые люди, и получать комплименты, потому что это на самом деле очень вкусно. Это комплиментарно, это шлейфово, это стойко, это то, что вот прям надо в нашем современном ритме жизни, чтобы не отвлекаться на лишние какие-то телодвижения по поводу обновления аромата. Конечно, если вы живёте в крупном мегаполисе, скорее всего, этот аромат, может быть, как-то уже у вас замылился, но это также не факт. Прекраснейший, шикарнейший аромат на тему кремовых белых цветов. Они такие белые, сливочные, очень ароматные, с плотными лепестками. Я не знаю, какой конкретный, но это просто белый ароматный букет, который именно на кремовую тему, без всякой шипровости, без всяких каких-то резких нот. Он настолько мягкий, настолько приятный, настолько округлый, что не зря, наверное, считается бестселлером, как у Эксниила, так и у Атар Коллекшн этот аромат также очень популярен. Так что, если вы вдруг хотите такого вот, в принципе, не кричащего, но очень яркого, очень тонкого шлейфа, то вам сюда, и вы, конечно же, не останетесь незамечены. Я, наверное, закругляюсь. Это подборка тех ароматов, которых бы я предпочла встречать в Новый год, который бы я рекомендовала вам присмотреться, к ним присмотреться, чтобы встретить также праздники. Ещё есть время, и у вас есть такая возможность, да, кто ещё не в курсе, у меня есть распивочный Инстаграм и страничка ВКонтакте, где я делюсь ароматами. Многие ароматы есть ещё пока в наличии, поэтому у вас есть целых две недели, чтобы дождаться посылки. И проходите вниз под видео, ищите меня в соцсетях, делайте заказы. Я вам с удовольствием отправлю, но имейте в виду, время осталось прям совсем чуть-чуть. В комментариях обязательно расскажите мне про ваши вот прям самые-самые праздничные ароматы. Я с удовольствием хочу почитать и сделать какие-то, возможно, себе на будущие отметочки. Буду вам очень признательна за данные комментарии. Всё, на сегодня закругляю и завершаюсь. Везде там подписывайтесь, если ещё не сказала. Я вас всех люблю, целую. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok